Звук пилы не утихал на протяжении всего дня. 16 лесорубов из разных уголков Брянщины состязались за звание лучшего в своей профессии. Соревнования развернулись на двух площадках делянки на территории Навлинского лесничества. Пока одни работники пилы и топора валили деревья, другие на время обрезали сучья, меняли цепи и выполняли раскрыжевку стволов деревьев. Просто ты не видишь край, как будешь отпиливать в опилках, его не видно. Там тоже нужно очень точно. Все это в работе пригодится, потому что, когда вы раскрыжете дерево, чтобы они касались земли. Все, что здесь проводится, все нужно в нашей работе. На выполнение первого задания дается всего полминуты. В это время удается уложиться единицам. Участники конкурса знают, что ошибка здесь может очень дорого стоить, поэтому стараются все сделать верно. Неплотно закрученные гайки могут привести к травме. Работа лесоруба на всех этапах действительно полна опасности. Ведь лес, не зря в народе говорят, это вторая шахта. Что это непростое дело, что здесь нужно учиться, что здесь нужно познавать все азы профессии и быть осторожным. А человеческая жизнь, наверное, это одно из самых ценных, что у нас есть. Но азарт и желание победить заставляют профессионалов, несмотря на волнение, демонстрировать судьям верх своего мастерства. Я до этого работал крыжевал в лесу. Мне это сложным особо не оказалось. Валка леса – решающий этап соревнований. Максимум участник здесь может получить 400 баллов. Но для этого нужно серьезно потрудиться. Не только уложиться во временные рамки, но и точно выполнить запил и рассчитать траекторию падения дерева. С каждым этапом обстановка на чемпионате накаляется. Болельщики поддерживают участников. Прогнозировать, кто станет лучшим, невозможно. Никто не застрахован от ошибки. И новички порой обходят бывалых лесорубов. Многометровые сосны одна за одной с грохотом падают на землю. После судьи оценивают точность выполнения задания. Вальщикам леса необходимо спилить дерево так, чтобы оно упало точно в ворота шириной всего 2 метра. Задача, признаются лесорубы, не из легких. Слишком много факторов влияют на то, куда упадет дерево. Сергей Казарес работает лесорубом почти 30 лет. Казалось бы, знает все тонкости своего дела. К тому же за плечами участие и победы в предыдущих конкурсах. Но либо волнение, либо внезапное дуновение ветра отдаляют его от победы. Дерево падает в нескольких сантиметрах от ворот. Соревнования заканчиваются. На площадку выходят последние участники. И совсем скоро судьи подведут итоги. Победитель соревнований поедет на чемпионат России в Казань. Призы, дипломы и подарки в разных номинациях получили почти все участники чемпионата. В командном зачете победили лесорубы Клетнянского лесничества. В личном Павел Корнеенков, Жуковское лесничество. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События. Навлинский район.